Я вам расскажу и покажу, чем здесь занимаются. Что ты делаешь? Покажешь, что ты делаешь. Мы разумеем. Курская коса – очень интересное место для любителей птиц. Это настоящий мост, по которому птицы летят во время своих миграций. Разумеется. В 10 месяцев в году птицы летят над косой. В чем урок? В чем урок? Только не в декабре и в январе птицы прекращают лететь. Они в груди, тогда не летают. Больше всего птиц летят сейчас, вот в это время. Хороший день, 2 миллиона птиц может на косой прожить. В этот день не 2 миллиона птиц могут прилететь над межею. Это много, это много. И первое, кто это заметил, были местные жители. 25 тысяч птиц в сезон. 180 разных видов птиц. От таких маленьких, как мыши-кролик, до таких больших, как коня. Но главное наше – это мелкие птицы. Это дземба, сикорка, дрозд, шпак. А вот есть сикорка-голубка. А вот есть сикорка-голубка. А вот есть сикорка-голубая, небесная. Небесная. Маленькое колечко. И выпустил. Как мужчины хорошо знают, чем меньше девочка, тем меньше золота на нее нужно. Тут не жало так. Ну вот, ну сначала, сначала. Сначала, сначала. Ну вот, видите, мы птицу окольцевали, теперь мы про нее все запишем. Эта птица называется по-польски мыши-крулик, по-русски королек, по-латыни регулюс-регулюс. И мы запишем регулюс-регулюс. Это самец. Вы видите, у него в короне не только желтые перья, но и оранжевые. Такие вот, видите, да? Да. Оранжевые перышки. И мы записываем, что это самец молодой. Он родился в этом году. Стендарок мне надо подсказывать. Мы измеряем длину крыла ему. Измеряем длину крыла. 55 миллиметров. Смотрим, сколько жира. Жир птицы используют как бензин, как топливо. И взвесим. Ай, что важно. Теперь давайте, как бы, птица окольцована. Мы ее зарегистрировали. Вот теперь посмотрим. Это самая маленькая птица в Европе. Самая маленькая. Это птица еще должна, как бы, вернуться, должна, как бы, сказать, участвовать в размножении. Сейчас она пока мигрирует. Она пока... И куда она полетит сейчас? Ну, Германия, Франция, Гданск. Ну, она может через Гданск полетит. Но в основном они летят сейчас на юго-запад. А она поедет? Они летят по одиночке. И эта птица летит ночью. Ночью. Эта птица, может быть, родилась в Швеции и сейчас перелетела через Балтийское море. Сюда. К нам на Куршскую косу. Вот такая вот есть. В течение суток сколько километров. Кольцо где? Кольцо. Я не могу. А нож-то. Ну, видите, да? Вот птица окольцована, взвешена, измерена, зарегистрирована. И мы птичку выкручиваем. А-а-а! И по ленту. Сколько раз? Нет. Ну, смотрите. За одну ночь эта птица через Балтику может перелететь. Это от 450-600 километров. За одну ночь. 600 километров. Такая маленькая, да. Но, вот видите, эти все птицы, что сикора, что мышекрулик, что земба, они зимуют в Европе. Вот теперь мы взяли сикору. Модро, да? Да. Модро. Голубовато. Да, она так и есть. Парус цирулиус по-латыне. Вот мы одели колечко побольше. Птичка побольше, колечко побольше. На мышево-кролика кольцо было 30 миллиграмм. Это 60 миллиграмм. Мы записываем латинское название. Парус цирулиус. Значит, это молодой самец. Скорее всего, родился он где-то в Балтийских республиках. Латвия или Эстония. 67 миллиметров, самец субадультус, 14.00. И взвесим. 10 грамм она весит. Вот, смотри, здесь ее видно. Мы так немножко сожалеем, чтобы ее так-то заталкивать в эту тубу. Я профессионально с птицами работаю. Я несколько сотен тысяч птиц окольцевал за 25 лет. Вот эта птица, между прочим, очень бодрая. Она кусается. Она такая... Все, да? Попускаем. 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 У-у-у-у. Ой, как шесть. Есть тут есть. Веет. Есть уют. Видите? Как-то разберут. Разные птицы. Это земба, на него кольцо другое. Побольше еще. А, есть уют. Еще более. Это молодой самец. Так мы и пишем. А, где вы знаете, что он самец? У него его знают. Барзо. Как-то барзо файно. Поэтому самец. Я покажу вам. Я вам покажу, как бы... Покажу пенькины. Пенькины. Красивые. Красивые. Файны, да. Ну, файны хорошие, да? Как водонавшие. У него много жира, то есть он улетит сегодня обязательно. Еще дальше. Мы его взвешиваем. Сейчас я возьму русского. Это очень много. Это очень много. Вот 20, почти 24 грамма. 23,8 грамма. Ну, это очень много. Значит, этот полетит Италия, Испания, Франция. Вот посмотрите. Это очень много. Да, это очень много. А это вот. Можно на здесь? Сейчас посмотреть? Ну, давайте. Ну, а… А вы сделали фотографии в этой... здесь? Так, так, так. сделали такой. Да. Это было 예뻐. Ну, если вы видите... Продолжение следует...